Жлобин признанный лучшим райцентром Украины в номинации «Формирование архитектурно-мостатского эстетического сяродя» за минулый год. Такий выник, сделанный подчас республиканского огляда конкурса, санитарного стану и доброупорядкования населенных пунктов. Про то, что было сделано и над чем протягивается работа в городе, расскажет Ганна Корольчук. Парк семейных древ в Жлобине появился минулой осенью. До городских уладов и депутатов звернулись о мясцовые жахары с просьбой створить место для прогулок и отпочинку в молодым третьем микрорайоне. Пропанову подтримали. На доброупорядкование этого места выделили больше за 100 тысяч рублей. Было обращение в том, что негде провести досуг нашим гражданам, молодым мамам, а также пожилым людям. Было принято решение нашими депутатами во главе Волкова Игоря Владимировича обустроить это место. Эту инициативу поддержал также наш мэр города Науменко Иван Анатольевич. В результате этого получилась вот такая красота у нас в виде вот этого сквера. Мы его назвали парк семейный. На площади около 2000 квадратных метров молодые пары из семьи с детьми посадили именные древы. 350 кленов и сумахов. Але, як вя дома, это только частка працы. Важно, как древы прижилися. Як бачено, зиму перенесли добро. Засталося справиться со спекотным летом. Улады упевнены, что огульными намаганиями с берахчы зеленое насаджение удастся. Жахары микрорайона поливают именные древы и бережливо ставятся до парку, покольки сами унесли лепту у ягостворения. Усе хочут, чтобы дети проспят 10 годов гуляли под зелеными кронами. До того же поближе с парком находится наистарайшая в городе школа, номер 2, побудованная в 1982 году. Все лето улады занялись и ее обновлением. Капитальный ремонт будет проходить в две черги. Первую завершить до початка новичного года. Первая очередь должна закончиться к сентябрю. Значит, у нас будут поставлены окна вот здесь, где вы видите, сейчас идут ремонтные работы. Значит, будет фасад, там вот вывеска уже видно, как преобразится наша школа, какая будет школа интересная. Надеемся, что все здоровые, отдохнувшие, счастливые придут к первому сентября в школу обновленную, красивые, новые классы. Мы, конечно, приложим все силы для того, чтобы так и было. В школе учатся больше 500 детей. Все летое покинули 29 выпускников, у сярода которых три сребряные медалисты. Ганна Карачук, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомельс», Жлобина.